Всем вечер добрый. Как обещал, показать что получится после заточки. Есть хорошие, положительные моменты, есть не очень. И давайте начнем сразу же, как говорится, с чего начать? С плохого, с хорошего, с плохого. Начнем с Дамаска. С того старинного, престаринного Дамаска. Что здесь не хорошего? А это, не знаю, вы увидели, ширина заточки гуляет вот тут. Погуливает, но это не мешает заточить бритву супер шикарно. Волосы я тут рубить точно не буду, я попробовал, у меня ничего здесь не получается. Попробую с другой аппаратурой. Дома, может быть, получится. Вот такая тут заточка вышла. Все заточены на супер финиш. Резкость есть у нас? Кажись есть. Вот так вот вышла. За узкими полосками, конечно, особо не стремлюсь. Стремлюсь только за качеством заточки. А это, мне кажется, важнее. Сейчас вот так издалека тут тень какая-то падает. Видите? Кончику она шире. Вот. Но я считаю, что это эстетический проигрыш. Практически это ничего не значит естественно. Потому что бритва должна брить. Видите? Тоже какая-то широкая заточка. Она, кстати, будет заужаться. Если потом в последующем ее, в дальнейшей, как говорится, жизни будет идти заточка, то я сейчас может покажу. Тут такой вот как бы треугольничек на кромке, который делает эту кромку шире при первой заточке. В последующей заточке она будет заужаться. Если кому это важно, то вот примите к сведению. А дома все-таки, да, попробую там другим светом с макроаппаратуркой для макросъемки. Попробую заснять вам рез волоса. Конечно, волос моментально не цепляется за такую заточку, за супер финиш. Но если он зацепится, то он просто отваливается незаметно или раздваивается тоже незаметно. То есть, вот, может, видали видео, где там за волос так вот тянут? А, как объяснить-то? А видно, что волос упирается и то, что надо его тянуть, чтобы он разрезался. Вот это не супер финиш. Это можно назвать финишем даже, но не супер финишем. Что-то между таким пред финиш и финиш. Вот что-то такое, когда волос нужно тянуть. Когда волос вообще не чувствуешь, когда он там срезается или там раздваивается, вообще без поняток. Тогда да, это супер финиш. Ну все. Бритовки заворачиваю сейчас, несу до дома. Пытаюсь снять рез волоса. Тест, если так можно назвать, но это не тест. Но пускай он будет тестом. Пускай так. И бритовка будет по снижей цене. Расстраивает вот эта вот слегка огульнутая такая вот кромка. Но она как расстраивает? Она в работе расстраивать никогда не будет. Вы понимаете, да? Но чисто вот визуально есть такое. Ну и Дамаск, соответственно, дешевле намного, чем сейчас производится. Это которое вот 1200 слоев. Естественно, у него есть себестоимость значительно меньше. Почти-почти в два раза. Ну не в два, а почти. Вот как бы так. Что ж, надеюсь я к этому видео приклею еще видео с тестом. И на этом все, как бы все. До свидания. Если будет тест, получится тест снять, то в следующем пойдет он. Всем пока. До встречи. Не получается распустить. Хочется. В дальняка. Блин отваливается. Ну он просто отпадает. Но волос, конечно, вообще, я вам скажу. Ой. Волос, конечно, да. Это вот эта бритовка. Срезаем бушку. Надеюсь, что все будет видно. Волос очень тонкий. Пусть отпадает. Просто отпадает. А распустить его? Здесь не распускал так красиво. Но перед камерой конкретно неудобно. Ой. Отпадает. Ну да. Нет, он просто крошит и все. Вот эти он царил. Ладно, пока что. Это бритовка. Вот эта вот. Третья с коричневой. А правой тоже у 10. Так, вот он. Ну, вы видели. Просто отпадает в волос. Ну, он, я говорю, супер тонкий. И в потолще бы он откусывается. Отпал. Уже кончаются волосы. Опять отпал. И снова. Ладно. С коричневой. У 10. Что ж, надеюсь, на видео будет все здорово. Почти распустил. Расстояние неважно какое. Вообще неважно. Отпадает. То есть все равно. Далеко вы держите волос. Близко ли держите. Ладно. Ну, давайте уж дорубим. Хотя нет, оставим еще на дубритовку. Это, это узкая сталь. Делаем попытки еще. Пук отвалился. С волосами проблемы найти. Они просто отпадают и все. Что касается, он уже отпал. Оп, развалился. О, еще. Блин. Нет. Еще попробую. И еще. Так, видно. Хочу на двое распустить попробовать. У меня так отпало. Хорошо получалось сегодня в мастерской. Они просто отпадают. Еще. Очередную. Ну. Ну, это гнутый, мол, вообще. Такое ощущение, что еще даже не коснулся. Он уже отпал. Блин, отпадают. Можем учиться и учиться. И мне еще снимать такие видосы. Опа, раздвоил. Пал. Фиг знает. Ну, гнут это вообще о чем-то говорить. Все. Наверное.